Дедушка умер в прошлом году. Так устроена наша жизнь, люди умирают. Он прожил долгую жизнь и ушел спокойно в своей постели. Казалось бы, о чем еще мечтать? Не знаю, мечтал ли он о чем-то еще, но кое-что после него осталось. Это история, которую он мне рассказал. Незадолго до своей смерти он однажды подозвал меня, взял за руку, усадил рядом с собой на кровать и начал рассказывать. Выглядело так, что ему очень важно поведать эту историю, что он боится не успеть сделать это важное для него дело. Я слушал с вниманием, хотя история мне показалась странной. Прошел год с момента похорон. Все в этом мире проходит, прошла его жизнь, прошли похороны. Прошел год после похорон. Уже год я постоянно возвращаюсь к этой истории. Я расскажу эту историю, как мне ее рассказал мой дед. Зачем? Не знаю. Наверное, мне просто надо выговориться. Расскажу ее так, как и он, ничего не меняя и не прибавляя. Глубокой ночью мы шли с Виталиком по дороге к лесу. Дорога эта трудно назвать, скорее едва различимая тропинка. Она использовалась редко, в эту сторону от деревни почти никто не ходил. Гибло место. Небольшое поле, на котором ничего не растет, кроме травы и сорняков. За ним болото. Болотистая земля, типа торфянника. Когда идешь по такой почве, босые ноги чавкают, погружаясь в вязкую жижу. Тут и там из земли торчали кривые деревца и дикие кустарники. За болотом протекала речка. Так ее называли. Хотя назвать это речкой было бы очень сильно польстить грязному вонючему ручейку. Ручей был мелкий, в самом глубоком месте нога не погружалась глубже, чем до колена. И то при условии, что вся стопа уходила в вылистое дно. При этом вода была абсолютно черная. Нигде, даже там, где глубины почти никакой не было, невозможно было рассмотреть дна. Река была похожа на черную кривую жилу, отделяющую бесплодное поле и болото от темного молчаливого леса. Делать здесь абсолютно нечего. Если заглянет сюда чья-то телега, то лишь целью уединиться. Либо мужик от своей бабы спрячется, чтобы приложиться к припрятанной фляжке с водкой. Либо молодежь, желая пощекотать себе нервы. Про лес ходили дурные слухи. Это можно назвать местными легендами. Но если некоторые легенды часто рассказывают, но редко в них верят, то в нашей деревне было наоборот. Эти легенды редко рассказывали, но к лесу старались не приближаться. Молодежь иной раз соберется разжечь костер, придут к речушке, все приготовят, пару историю друг другу расскажут, и на этом все заканчивается. Причем причины прервать отдых бывали разные. То вдруг у кого-то живот прихватит, то ногу подвернет кто-либо. Всегда появлялись естественные причины, чтобы закончить пикник, не успев его начать. Что же мы с Виталиком туда потащились? Чего бы нам там искать? Но причина была, и причина важная. У Виталика арестовали отца. Хороший такой мужик был, работящий, веселый. Все его в деревне любили. Но что-то власти обнаружили. То ли родственники у него какие-то, то ли сказал он что-то не то. Виталик любил отца, сильно был к нему привязан. И очень хотел узнать, что с его отцом стало. А есть такое гадание, что если хочешь увидеть человека, то надо в том месте, где 20 лет не ступала нога человека, встать перед зеркалом, зажечь свечу, и постараться представить его очень подробно. По идее, человек этот должен появиться в зеркале. Все подготовили, и зеркало, и свечу. Короче говоря, дело оставалось только за местом, где не ступала нога человека. В нашей деревне такое место и искать не надо, его из окон крайних изб видно. Прямо за Черной речкой это место начинается. Иди куда хочешь, в этом лесу не ошибешься. Был в нашей деревне мужик один, Степан. Горький пьяница, забрел он однажды в лес. Все думали, что не вернется. Даже не ждали, что вновь объявится, но он вышел через сутки. Знамо дело, что его узнать было сложно. Как снег седой. Совершенно изможденный, худой. Рассказывали, что выглядел он так, как будто в этом лесу провел всю жизнь. И всю эту жизнь в лесу очень плохо ел и мало спал. Степан год молчал, ни слова не говорил. А потом начал говорить, но на какой-то трабарщине. То ли язык неизвестный какой-то, то ли просто набор звуков. Будто не говорит, а лает. Никто его понять не мог. А он все гавкал и гавкал. Показывал сторону леса и пытался людям что-то объяснить. Да никто не понимал его, все решили, что с ума сошел. Так и относились к нему потом, как к дурачку. Однажды сел Степан на крыльцо своего дома, закурил цигарку. Многие его видели в тот вечер. Видели, что у забора его крутилась Марфа. Бабка одна у нас жила. Ее редко называли по имени, только если к ней обращались. Но это редко. А за глаза просто. Ведьма. Ее сторонились и побаивались. Говорили, что проклясть может. Но она вроде безобидная была, так что ведьма и ведьма лишь бы к другим не лезла. Ее дом стоял ближе всех к лесу. Поговаривали, что она и в лес ходит по ночам, за травами. Говорили многие, но, надо признать, никто не видел. Так вот, факт однозначный, что она была у забора Степана. Вроде мелочь, но если добавить к этому, что произошло дальше, то вроде уже и не мелочь. Степан сидел и курил. Ночью сильно грохотало, накрыло деревню сплошной стеной непроглядного ливня. А наутро Степана нашли на крыльце. Сидит и мертвыми глазами перед собой смотрит. А у ног цигарка, недокуренная, валяется. Его и нашли, и в хату снесли сразу, да и похоронили в тот же день. Взрослые говорили, что, мол, сердце остановилось. Мол, Бог дал, Бог взял. Вроде как смерть естественная. А сами, если и вспоминали о Степане, то мрачнели и крестились. Но нам, мальчишкам, их россказни ни к чему. И хотя взрослые под страхом самых жутких наказаний запретили подходить к дому Степана, мы, естественно, все разведали. И на крыльце обнаружили бурые пятна, которые не смыло ливнем. А к этому еще прибавить, что в деревне половину цигарки не курят. Никто не выкинет табак, недокуренный. Значит, цигарку Степан выронил уже мертвой. А значит, и умер он в тот момент, когда курил. А именно в этот момент с ним и видели Марфу. Она его убила или нашептала чего-то, что он сам себе вены разрезал, уже не узнать. Дом Степана недолго простоял. Однажды ночью его окутало пламенем огня. И спустя час не осталось и памяти ни о Степане, ни о пятне на его крыльце. Только кривая черная труба полуразрушенной печки еще долго торчала из сорняков. Молодежь в то время осуждала суеверия. Мы верили в социализм, в великую страну. Открывались народные стройки, развивалась промышленность. Религия оказалась опиумом для народа. Какие могли быть суеверия? Скорее мифы и предания. Нам с Виталиком вообще скорее было даже интересно поставить эксперимент. Есть предание, что может сработать. Если есть свечка и зеркальце, то можно увидеть человека, которого ты увидеть очень хочешь. И нужно место, куда не ступала нога человека. Можно сказать, что нами двигала жажда исследования. У нас было подходящее место, а значит была возможность поставить эксперимент. Не стану говорить за Виталика, а для меня это было уникальным событием. Эксперимент в чистом виде. Для меня даже сам Виталик был скорее предметом для выполнения поставленных условий данного удивительного эксперимента. Единственное, что еще одним условием подобного гадания было то, что гадать человек должен в одиночестве. То есть я присутствовать при этом не мог. И наша договоренность сводилась к тому, что мы дойдем вместе до леса, войдем в лес и углубимся на некоторое расстояние. Я стану так, чтобы видеть выход из леса. А Виталик пойдет дальше, чтобы провести ритуал гадания. Таким образом, он скорее всего окажется в том месте, до которого никто никогда не доходил. И заодно не будет опасности, что он не найдет выход наружу. По крайней мере, идея была такая. Но получилось не так, как мы планировали. По правилам, гадание должно проводиться глубокой ночью. Лучшее время прямо перед рассветом. Чтобы выбраться из дома, пришлось применить недюжую хитрость. Но мы справились. Поначалу это добавляло адреналина. Но сейчас, по мере приближения к черному лесу, наши молодые организмы начали испытывать и другие чувства. Когда идешь по чавкающей жижи, то себя не обманешь. Наши шаги становились все реже. Лес надвигался и нависал. Крона деревьев посеребрила полная луна, окутанная рваными облаками. Вот перед нами черная беззвучная речушка. До леса остается несколько шагов. Время подходящее. Можно не делать остановки и продолжить движение вглубь леса. Тем не менее, мы не сговариваясь, остановились, повернулись друг к другу и начали сбивчиво советоваться. Хотя мы этого не говорили, оба прекрасно понимали, что просто тянем время. В лесу ухнула и закричала птица. Мы смолкли. Не меняя позы, стояли и смотрели друг на друга. Как сейчас помню, его белое в потоках лунного света лицо. Большие глаза, немного приподнятые брови, узкий подбородок и торчащие уши. Мальчишка и мальчишка 12 лет, такой же, как и я. Это был последний раз, когда я видел его таким. Возможно, именно поэтому мне так хорошо запомнилось его лицо. Мы, не сговариваясь, повернулись к лесу и зашагали дальше. Перешли речку и вновь остановились. Мне показалось, что в глубине чаще мелькнуло что-то светлое. Не прямо перед нами, а как бы чуть левее. Мне могло показаться, я не был уверен, что разглядел что-то конкретное. Но когда я повернул голову к Виталику, спина моя похолодела. Его голова была также повернута немного влево. Значит, он тоже видел. Он повернул голову ко мне, наши взгляды встретились. Мы снова думали об одном и том же. Но мы снова не стали этого обсуждать. Лицо Виталика изменилось. Если начинали мы свой путь, имея целью погадать на его отца, и поначалу его лицо выглядело увлеченным, то сейчас передо мной стоял обреченный на смертную казнь человек. Я видел, как он тяжело сглотнул. У меня мелькнула мысль предложить ему дальше не ходить. Но мысль это была слабая, скорее тень мысли. Я не произнес этого слух. И не потому, что боялся его осуждения. Я боялся показать свой страх. Возможно, Виталик ждал, чтобы я остановил его. Но я не остановил. Он отвернулся и смело зашагал вглубь леса. Я поплелся следом. Вдали выкрикнула птица, послышался вой какого-то зверя. Я мог бы предположить, что это вой волка, но я знал, как воют волки. И это был не волк. Вой был слабый, больше похож на поскуливание. Виталик шел, глядя только вперед. Я же, испытывая ответственность за то, чтобы мы потом смогли выбраться обратно, время от времени оборачивался и смотрел, видно ли выход из леса. Просвет между деревьями становился все слабее. Я понимал, что место, где мне придется оставить Виталика, все ближе. Мой друг продолжал идти вперед. Он стал похож на одержимого. Мне пора было останавливаться. Я остановился, вновь глянул назад, затем снова посмотрел в спину удаляющемуся другу. Я сказал ему, что я остаюсь здесь. Он не ответил. Он продолжал удаляться, пока силуэт его не потерялся среди деревьев. Вверху зашумели кроны. Звуки ночных птиц и странное поскуливание неизвестного зверя стихли. Наступила гнетущая тишина. Я переминался с ноги на ногу, то и дело вращая головой. Легкий ветерок повеял слева от меня. Он качнул мои волосы. Мне показалось, что в самое ухо мне кто-то шепнул. Ну и зачем ты здесь? Я резко обернулся, но никого не увидел. И все же холодок пробежал вдоль позвоночника. Я затаил дыхание, прислушался. Никаких звуков. Оттуда, куда ушел Виталик, также не доносилось никаких признаков жизни. Ни хруста веток под ногами, ни дыхания, ни слов, ничего. Я присмотрелся, полагая, что, возможно, смогу различить свет от свечи, которую должен зажечь Виталик. Я напрягал зрение, всматриваясь в тьму леса. В какой-то момент мне показалось, что кое-что я различил. Сначала даже подумал, что это и есть огонек свечки. Некое небольшое сияние. Внезапно оно метнулось вверх и растаяло. Это было так неожиданно, что я отступил назад и тут же наткнулся спиной на что-то упругое. Мне подумалось, что это чье-то тело. Мысли в голове пронеслись с огромной скоростью набор рваных умозаключений. Я в лесу, я здесь один, за спиной у меня никого не может быть. Такое чувство, что позади меня человек, на которого я наткнулся. Так же, как в прошлые выходные на рынке я случайно налетел на пузатого мужика. Но никакого мужика здесь быть не может. А может это отец пошел искать сбежавшего ночью сына. Все эти мысли вихрем пролетели у меня в голове. Они появились в одно мгновение и в том же мгновении были откинуты как абсурдные. Даже вариант, что кто-то меня ищет и нашел, не выдерживал никакой критики. Луна не так хорошо освещает землю, чтобы в лесу можно было меня найти. Да и зачем было бы в этом случае ко мне подбираться сзади? В этом случае человек, который бы меня искал, выкрикивал бы имя. Людей ищет именно так. Едва я опроверг все варианты, меня словно из ушата обдали холодной водой. Я не закричал только потому, что у меня перехватило дыхание. Я хотел кинуться вперед и оглянуться, но вместо этого я просто побежал, не разбирая дороги. Страх подгонял меня, внутри моей головы роились мысли. Я понимал, что если я буду и дальше потворствовать страху, то забегу в чащу и не смогу выйти обратно. Мой страх меня погубит. Чтобы победить страх, в первую очередь от него надо избавиться. Его надо преодолеть. И я преодолел. Как бежал, так и бросился на землю. Сразу перевернулся на спину и огляделся. Преследования не было. Я слышал свое дыхание на фоне грохота собственного пульса в ушах. Казалось, сердце сейчас выпрыгнет через рот. Я медленно приходил в себя. По мере того, как я мог более-менее спокойно осмотреться и прислушаться, ко мне приходило осознание того, что теперь я не вижу выхода из леса и даже не знаю, где точно я нахожусь. Я бежал по лесу, не разбирая дороги, уворачиваясь от деревьев и летящих в лицо ветвей. Я бежал не прямо, а виляя и временами меняя направление, если впереди попадались непролазные кусты. Как результат, я даже приблизительно не знаю, в какую сторону двигался. А значит, и в какую двигаться, чтобы вернуться. Хотя и возвращаться я еще не решился, ведь там явно кто-то был. Или что-то. Что-то злое. Я его не видел, но был уверен, что тот, кто стоял там позади меня, не был настроен дружелюбно. Мне показалось, что слева от меня хрустнула ветка. В животе похолодело. Я замер. Перестал дышать. Лунный свет мягко струился по тяжелым стволам деревьев. Серебрил гнилые остовы, выеденного жучками валежника. Подкрашивал рыжие рваные раны старых пней. Я медленно повернул голову. Я не хотел смотреть налево, но я не мог встать, ноги меня не слушались. Мне хотелось закрыть глаза и не смотреть вовсе, но шея сама повернула голову, и я уставился туда, откуда мне послышался звук треснувшей ветки. Я уже начал успокаиваться, поняв, что там никого нет. Как один из стволов деревьев пошевелился. И вновь хрустнула ветка. Не только ветка, мягкий шорох сухой листвы под чьими-то аккуратными шагами. Не могло быть никаких сомнений. Я слышал отчетливые шаги. И я видел его. Его силуэт. Большой, грузный и неповоротливый незнакомец шел мимо. Он находился метрах в пяти от меня и шел прямо. Он ступал очень аккуратно, будто крался. Я слышал его дыхание. Густое, тяжелое дыхание большого человека, который старается дышать тише, чтобы его не заметили. Хотя он и шел мимо меня, я сразу понял, что он меня видит. А когда его движения изменились, когда он стал забирать правее, огибая плавную дугу и приближаясь ко мне, то никаких сомнений не осталось. Он видит меня, но делает вид, что не видит. Чтобы не спугнуть. Когда я это понял, лапы парализующего ужаса сковали меня еще сильнее. Я и не дышал, и не мог на него смотреть, и не мог отвернуть голову. Я не мог пошевелиться. Незнакомец тихо кашлял, но мне показалось, что голос этот я уже где-то слышал. Что-то да более знакомое было в этом кашле. Густом, утробном, с легким причмокиванием. Я точно уже слышал такое где-то. Мужчина медленно повернул ко мне голову, и в этот момент, когда лунный свет упал на его широкое лицо, я вспомнил, кому принадлежал знакомый мне кашель. Это был дядя Ваня, отец Виталика. Можно было расслабиться, но я не чувствовал облегчения. Что-то здесь было не так. Дело даже не в том, что дядя Ваня должен быть под стражей. Его же арестовали. Тут еще можно было бы найти объяснение. Может, его отпустили, или он сбежал. Эти мысли у меня в голове пробежали очень быстро. Тревожило меня что-то другое. Но я пока не мог понять, что именно. Он сказал. Привет. Ты чего бегаешь? Не узнал? Не узнал, сказал я. А мой с тобой? Да. Он гадает. Ясно. А ты как здесь, дядя Вань? Спросил я. Мать послала вас найти. Заметила, как мы ушли? Как не заметить, коли вы спички поперли? Я задумался. Свечку мы с Виталиком сделали вместе. И давно. Зеркало действительно брал Виталик дома в последний момент. А спички и вовсе были моей заботой. Если бы мать Виталика спохватилась, то точно не из-за спичек. Что-то тут не вязалось. К тому же... Я вновь почувствовал, как холодеет моя спина. Я же не говорил, что мы именно со свечой и зеркалом здесь. Я сказал, что он гадает, но это можно делать по-разному. Далеко не для всех ритуалов нужны спички. Я медленно начал вставать на ноги. Я не исключал, что мне придется снова бежать. Что-то очень сильно мне не нравилось в дяде Ване. Он покрутил головой, устало провел рукой по лицу. Поднял другую руку. Я увидел, что в пальцах у него свеча. Я не мог ее не узнать. Мы сами ее лепили. В голове вновь понеслись вопросы, на которые не было ответов. Получалось, что он видел Виталика, раз свеча у него. И зачем он в таком случае меня спрашивал, где Виталик, если он его уже видел. Пока я пытался справиться со всеми этими вопросами, и заодно с дыханием и трясущимися коленями. Пока понимал, что надо бежать, что дядя Ваня странный, и все это странное, и так не может быть. Дядя Ваня сделал пару шагов и оказался прямо передо мной. Он посмотрел мне в лицо и дружелюбно, по-своески попросил. Слушай, глянь, что у меня там чешется жутко. Он махнул рукой, в которой была зажата свечка, показал себе за голову. Развернулся, и я вновь почувствовал, как мое сердце сначала замолчало, затем вновь забилось в ушах, пульсируя и грохоча, как колокол. Дядя Ваня развернулся медленно. Он будто карусель плавно закрутился на месте. Его лицо, освещенное луной, сменилось ухом, выглядывающим из густых, косматых, немного бьющихся волос. Волосы сбились, слепились, они были словно смазаны чем-то густым и липким. За ухом уже ничего не было. Когда дядя Ваня повернулся ко мне спиной, я увидел, что вместо затылка и волос перед моими глазами оказалась темная, шевелящаяся каша из кусков черепа, волос и мозгов. В нос ударило тяжелым до головокружения запахом тухлой гнили. Свет луны высветил белые точки внутри головы дяди Вани. Я уже понял, что это, но продолжал не мигая таращиться на это гнилое месиво, пожираемое ненасытными опарышами. Дядя Ваня приподнял плечи, приподнял руки и громко чихнул. В этот момент из дыры в его голове мне в лицо полетели куски гнили вместе с червями. Я почувствовал, что они попали мне в глаза и даже в рот. На языке стало горько, мне показалось, что все черви разом залетели мне в рот. Я заорал, но голоса своего не слышал. Только грохот пульсирующего ужаса наполнял мои уши. Через миг я уже летел по лесу, не разбирая дороги. То справа, то слева я различал чьи-то тени. Я слышал шаги, то вдруг стоны. Споткнувшись о сухое заваленное дерево, полетел на землю, тут же обернулся, затем посмотрел вправо, потом влево. Никого не было. Я, не чувствуя ни усталости, ни скованности, вскочил на ноги и кинулся было дальше, но налетел на что-то упругое, отлетел и вновь повалился на землю. Передо мной стоял черт. Я в этот момент был абсолютно в этом уверен, высокий, с зеленым, гнилым лицом. Один глаз его желтый и сморщенный смотрел прямо на меня, второго я не мог различить. Только когда незнакомец двинулся ко мне, я понял, что половину его лица скрывала тень от огромного ворона, сидевшего у него на плече, и время от времени клевавшего его правый глаз, вернее, черную глубокую глазницу. Это нисколько не смущало незнакомца, он смотрел левым глазом прямо, его иссушенное зеленое лицо с рваными губами и черными зубами было повернуто ко мне. На голове его была фуражка, как у железнодорожника, но на кокарде блистали в белых лучах полной луны череп и кости. Я был уверен, что передо мной черт, тот самый, который жарит людей на сковороде в преисподней. Спустя несколько лет мне было суждено еще много раз увидеть такую форму. Четыре года я буду делать живых людей в такой же форме мертвыми, но сейчас на меня смотрел мертвец, и я никогда до этого не видел ни такой формы, ни мертвецов. И я был уверен, что черти выглядят именно так. Я был уверен, что сил у меня больше нет, что я не смогу поднять себя с земли. Но когда он двинулся ко мне, когда ворон вновь клюнул его в глазницу, когда зубы его разомкнулись и на черный рваный галстук полились потоки смрадного гноя, я сам не понял, как подскочил на ноги и уже через мгновение летел сквозь ветки деревьев, в кровь расцарапывая себе щеки и уши. Я попытался обернуться, когда силы начали оставлять меня. Налетел на дерево, что-то хрустнуло в плече, я застонал и съехал к корням старого дуба. Прошло несколько минут, преследователи не появлялись. Вновь я почувствовал легкий ветерок сбоку, и снова мне показалось, что я слышу чей-то шепот. Тебе нравится в моем лесу? Я тяжело сглотнул. Я не стал поворачивать голову, чтобы проверить, есть ли кто-то рядом. Голос был нечетким, неразборчивым, словно сам ветер как-то закручивался в свист, напоминающий слова. Но почему-то в этот момент я ни на секунду не сомневался, что это голос, что он задал мне вопрос. Глядя пустыми глазами перед собой, я ответил «Нет». И снова ветерок сбоку, и снова едва уловимый свист, закрученный в слова. «Зачем ты пришел в мой лес?» «Я с другом». «Ты хочешь выйти из леса?» «Да». «А зачем ты в него пришел?» «Я не хотел, я испугался и заблудился». «Ты не хочешь быть в моем лесу?» «Я случайно». И тут я начал плакать, не помню, что я говорил, но я просил отпустить меня из этого леса, объяснял, что я оказался в нем случайно, что я не планировал в него заходить. Слезы безудержным потоком струились по моим щекам, обжигая солью свежие раны. Точно не помню, что было дальше. Меня словно что-то подтолкнуло, будто мне помогли встать. Мои ноги меня не слушались. Если бы мне не помогли, сам бы я не встал. Даже когда шел, я это помню точно, колени тряслись так, что было непонятно, как я удерживал свое тело прямо. Что-то теплое обволокло мое туловище, как если бы повеяло теплым ветром. Ощутимо теплым и каким-то густым. Мне почему-то подумалось тогда, что он какой-то маслянистый, ощутимый воздух. И этот густой маслянистый воздух подхватил меня, сделал невесомым и легко подталкивал в нужном направлении. Сначала забрежели кусочки болота, освещенные лунным светом. Я не верил своим глазам, не верил своему счастью, своего спасения. Да, это были просветы в конце леса. Я шел в правильном направлении. Я вышел из леса и остановился перед речкой. В этот момент в лесу мне ударил ветер. Но это уже был обычный ветер. Прохладный ночной ветерок. Дело шло к грозе. Будет дождь. Я стоял несколько секунд, размышляя, что мне делать дальше. С одной стороны, нужно дождаться Виталика. С другой стороны, я уже очень хорошо понимал, что мое присутствие никак не изменит его судьбу. Я боялся даже обернуться в сторону леса. Мне ясно дали понять, кто в нем хозяин. Я думал лишь о том, надо ли ждать Виталика. Судьба его от меня не зависела. Я сделал еще несколько шагов, перешел речку. Я был в том возрасте, когда мы ответственно относимся к своим словам, к дружбе, понимая, как я рискую перед неведомым хозяином этого леса, но я дал слово Виталику, что дождусь его, и я стал ждать. Отдалившись на безопасное расстояние, я развернулся и принялся всматриваться в темную чащу леса. За всю ночь я не услышал и не увидел ничего, что привлекло бы мое внимание. В небе грохотало, под утро упали первые тяжелые капли начинающегося дождя, но я стоял, а Виталика не было. Он не возвращался. Он пошел за ответами в этот лес, какие-то ответы он, видимо, получил. Над деревней медленно вставал рассвет, скованное тучами небо сражалось за охраняемую им тьму, но восход солнца не остановить. Небо становилось все светлее, обиженно раступились тучи, закончился дождь, и на землю пролились первые солнечные лучи. Где-то вокруг меня застарикатали кузнечики, рядом с ухом пролетел шмель, жизнь возвращалась на землю. Деревня просыпалась, запели петухи, где-то залаяла собака. Я стоял, смотрел на лес и понимал, что ждать не имеет смысла, но я стоял и ждал. Сколько я так простоял, не знаю, меня нашла мать и увела домой. Невозможно описать мое удивление, когда я снова встретил Виталика. В моей голове еще не уложилось все произошедшее, а на следующий день я вышел прогуляться и столкнулся с ним нос к носу. Он шел по улице. Я подошел, мы стали друг против друга, как последний раз, перед тем, как войти в лес. Стояли и молчали. Я не знаю, что с ним было в лесу, но что-то было. Мы молча смотрели друг другу не о чем. Мы больше не были теми, кем были еще вчера. Что-то изменилось. Что изменилось, мы еще не могли себе объяснить, но теперь мы были не дружные мальчишки, а два человека, которые знакомы, но у которых мало общего. И говорить нам не о чем. Я смотрел в глаза Виталика, как в зеркало. Я вдруг понял, что он знает все, знает, что я ждал его у леса, знает, как я бегал по лесу, знает, как меня сковывало ужасом. Машинально я все же спросил, удалось ли ему погадать на отца. Я сказал, ты узнал, где твой отец? Да, только ответил он. Резко отвернулся и пошел своей дорогой. А я снова смотрел ему в спину, так же, как и в последний раз в лесу. Но это была другая спина, не перепуганная и сутулая, а широкая и смелая. С тех пор мы общались с Виталиком все меньше и меньше. И общение это было больше формальным, привет, пока. Я рано начал работать, а Виталик рано начал заниматься кражами. Позже связался с какой-то бандой и в конце концов просто сгинул. Поговаривали, что банду их полностью ликвидировали, зажали где-то в каком-то ущелье и раскрошили с пулемета. Жизнь самого Виталика после похода в лес пошла под откос, а позже я узнал, что к тому моменту, когда мы ходили гадать, отца его уже не было в живых. Позже выяснилось, что формулировка 10 лет без права переписки означала расстрел. В армию меня призвали зимой 41-го года. Настоящие ужасы для меня еще только начинались. Мы с парнями стояли рядом с бортовыми грузовиками, которые должны были отвезти нас в райцентр. Я не заметил, как ко мне подошла Марфа. Ведьма схватила, не взяла, а именно схватила меня за руку, подтянула к себе и проскрежетала сквозь плотно сжатые зубы. Погулял по моему лесу. Она сжала губы и надула их изнутри, отчего лицо ее стало не только сморщенным, но и полностью потеряло пропорции. Нос задрался, глаза превратились в желтые щелки, блистающие не то радостью, не то злобой. Я попытался вырвать руку, но сухие пальцы ведьмы лишь выглядели тонкими и слабыми. Они сжались сильнее, сдавив мне руку так, что казалось, она сломает мне кость. На войну собрался, спросила она и противно скрипуче захихикала и добавила, из леса выйти можно, а лес из тебя никогда не уйдет. Я вырвал руку и отошел от безумной бабки. Она еще долго стояла неподвижно, полубоком, глядя на меня из-под лоби. Уже когда мы забрались в грузовики, когда набрали скорость и когда снежная пыль закрыла деревню, я все еще видел ее скрюченный силуэт. Одновременно я сам не заметил, что потираю руку в том месте, за которое держала меня ведьма. Вдруг осознал, что труп не просто так, что у меня зудит это место. Я закатал рукав и увидел странные формы раздражения, очень похожие на полную луну. С тех пор прошло много лет, но след от руки ведьмы остался на всю жизнь. Временами я забывал про него, но иной раз он сам напоминал о себе. Иной раз так сильно чесалось это место, даже воспалялось. Никакие врачи и лекарства не помогали. Со временем я заметил, что тревожит меня это место аккурат перед каким-нибудь крупным событием. Хотя кто знает, возможно, то, что вызывало большие эмоции, то и приводило к аллергии. Я не верю в магию. Всему всегда есть объяснение. Просто не всегда мы можем это объяснение найти. Вот такую историю мне рассказал мой дед перед тем, как отойти в мир иной. Я думал, что старик уже чувствовал, что конец близок и наплел каких-то своих детских переживаний, перемешанных с психологическими травмами Второй мировой войны. Но странное дело. Меня сильно беспокоит, что на руке у меня после его рассказа появилось небольшое раздражение. Поначалу я не придал этому значения, но вчера ночью оно так заныло, что я вскочил с постели и побежал в ванную, думал что-то серьезное. Но на руке было круглое как блин ночной луны пятно красноватого цвета, и оно зудело. Я пожал плечами. Решил, что отлежал руку, пошел в кухню, налил воды, попил, глянул на электронные часы. Три часа 24 февраля показывали большие часы над кухонной дверью. Я вновь пожал плечами и пошел спать. Редактор субтитров